Всем привет! Вы на канале TradeFact, с вами Глеб. И в этом видео я расскажу, как выбрать ту самую криптобиржу для трейдинга. В начале видео я вам дам ряд критериев, используя которые вы сможете самостоятельно выбирать биржу в зависимости от ваших целей. Затем я расскажу о своих топ-3 биржи, которые использую лично я и аргументирую почему. Затем я расскажу, какие биржи вам точно стоит обходить стороной и ни в коем случае не использовать. И в конце я поделюсь такими четырьмя простыми шагами, которые сделают ваш аккаунт на любой криптобирже максимально безопасным. Ну что ж, давайте приступать. На крипторынке я активный участник, начиная с 2016 года, а соответственно видел большое количество разнообразных бирж, разных интерфейсов, проблем безопасности. И мне есть чем с вами поделиться. На текущий момент основная дилемма как новичка, так и опытного трейдера, какую же криптобиржу использовать. С одной стороны это проблема, ведь выбор у нас очень-очень велик. Но с другой стороны у нас отсутствует монополия на рынке и соответственно у нас есть здоровая конкуренция, которая каждую из бирж делает все более конкурентоспособное. Соответственно все плюшки, все бенефиты из этого получают юзеры, которые получают максимально комфортный инструмент. Ну что ж, теперь давайте с этими инструментами разбираться. Разбираться с теми критериями, которые нам помогут выбрать лучший продукт, а то есть лучшую биржу. И давайте переходим к следующему слайду, в котором мы поговорим о критериях выбора. Первый из них это удобство, которое включает в себя интерфейс и юзабилити биржи. На примере биржи Gate давайте посмотрим. Первое, на что обращаем внимание, насколько нам комфортно работать с интерфейсом биржи. Например, есть ли поддержка необходимого для нас языка. Я чаще использую английский, либо же русский язык. Далее, на что мы смотрим, это конечно же на графике. Я привык работать с графиками от TradingView и для меня важно, чтобы была эта интеграция. Мы видим, что на бирже есть интегрированные графики от TradingView. И как по мне, это является большим плюсом. Далее, на что мы обращаем внимание, это конечно же стаканы, лента сделок. Здесь по всем топовым биржам плюс-минус одинаково. Отдельный блок, где мы можем купить, либо продать актив, насколько он для нас комфортен. И следующий блок, где мы выбираем конкретно торговую пару. График, который мы будем изучать, либо сделки, по которым мы сейчас будем проводить. То есть на эти моменты мы смотрим, насколько нам комфортна биржа, насколько есть весь необходимый функционал, который для нас важен. И конечно же поддерживаемый язык. Давайте двигаться дальше. Критерий под номером 2. Это наличие нужных пар. Чем вы торгуете и что вы хотите покупать в будущем. Здесь лучше всего пойти на сервис CoinMarketCap, зайти во вкладку Exchanges и нажать на Spot. И здесь посмотреть, что у нас происходит. Первое. Биржа Binance. Смотрим на эти две вкладки. Первое. Coins и Markets. Coins это количество монет, которые есть на бирже. 393. Что такое Markets? Это 1679. То количество торговых пар, которые есть на бирже. Например, почему Markets больше, чем Coins? Тот же Bitcoin может торговаться к доллару, к тезеру, к BUSD и к другим стейблкоинам. И также Bitcoin у нас может торговаться как кросс-курс. Например, биток к эфиру, биток к лайткоину. Поэтому количество маркетов больше. Какой из этого можем сделать вывод? Чем больше конкретных монет и маркетов у биржи, тем, соответственно, больше возможностей у трейдера. Например, мы хотим выбрать какую-то конкретную монету и посмотреть, есть ли она на бирже торгуется. То мы нажимаем на биржу и смотрим в списке монет, какие монеты торгуются по бирже. Либо же заходим непосредственно в интерфейс самой биржи и там, где у нас вкладка, где у нас раздел с выбором монеты в строке, в графе поиска, мы можем задать абсолютно любую монету и посмотреть, торгуется ли она, например, к доллару здесь или ее нет. Поэтому второй критерий, это, конечно же, наличие нужных пар. Обязательно мониторим биржу, прежде чем на ней зарегистрироваться. Третий, как по мне, это самый важный критерий, это безопасность, надежность биржи и какое время биржа уже находится на рынке. Для этого нам опять отлично подойдет сервис CoinMarketCap. Мы идем в exchanges, нажимаем деривативы и потому что в деривативах мы можем посмотреть, например, биржа Binance. Мы видим, что она была запущена в 2017 году. Соответственно, чем биржа была раньше запущена, тем больше у нее срок работы. И, соответственно, чем успешнее она работала, тем у нее больше надежность. Поэтому для нас важно, чем биржа была раньше запущена, тем для нас это лучше, тем больше у биржи репутация, тем она более надежно считается. И следующий также критерий, на который стоит обращать внимание, мы заходим в exchanges, заходим в spot, смотрим, на каком месте находится биржа. То есть, если биржа находится в топе, то биржа с плохой безопасностью в топ попросту попасть не может. Соответственно, у нас есть два критерия, находится ли биржа в топе, которую мы хотим использовать. И второй критерий, в каком году была запущена биржа. Чем этот год раньше, тем для нас это лучше. Двигаемся дальше. Четвертый критерий – это ликвидность. Достаточно ли объемов на бирже? Опять же, мы заходим на CoinMarketCap, в exchanges, spot и смотрим. На примере той же биржи Binance мы видим, что суточный объем составляет 15 миллиардов долларов. Этого, как по мне, более чем достаточно. Также по всем другим биржам мы можем этот критерий посмотреть и сравнить, например, с топовыми биржами. Например, нам нужен какой-то конкретный актив. Заходим на биржу Binance и находим, например, Filecoin. Мы хотим работать с этой монетой. Для нас важно понимать, хватит ли наших денег, чтобы это все успешно оборачивать. Например, у нас есть 100 тысяч долларов, и мы хотим работать с Filecoin. Мы нашли эту монету и находим Volume, то есть объемы. Мы видим, что суточные объемы по этой монете составляют 307 миллионов. Соответственно, если у нас 100 тысяч долларов, то нам этих объемов суточных будет более чем достаточно для комфортной работы. Обязательно смотрим свои монеты по конкретной бирже и какие там объемы. Будет ли вам комфортно работать с этим или нет? Давайте двигаться дальше. Переходим к следующим критериям. Следующий критерий у нас под номером 5. Это специальные требования. Есть ли на вашей бирже наличие деривативов, возможности лендинга, стейгинга, фарминга, лаунчпадов? Давайте на примере одного из интерфейсов я все это покажу. Сейчас очень популярная тема лаунчпадов. На примере той же биржи Gate у нас есть ряд проектов, которые листятся и где у вас есть возможность покупать на ранних стадиях, заходить в эти монеты. Соответственно, смотрим дальше. Если у нас на бирже спотовая маржинальная торговля, торговля фьючерсами, обычно мы заходим в раздел торговли и здесь можем посмотреть. Тут, например, есть спот, есть маржа, есть фьючерсы. И так конкретно по своей бирже вы смотрите, есть ли там такие возможности, есть ли это вам нужно. Об этом я буду более подробно рассказывать, когда буду говорить о топе своих бирж. Далее. Рейтинг бирж, то есть целостная оценка биржи. Опять идем на CoinMarketCap, нажимаем Exchanges, нажимаем Spot, смотрим, что происходит здесь. То есть здесь за нас позаботились заранее, чтобы мы могли отобрать для себя наиболее лучший, наиболее качественный продукт. На примере мы видим, что номер один у нас возглавляет Binance, у него больше всего суточных объемов. И поэтому биржа попадает по определенным критериям на первое место. Далее смотрим FTX, Coinbase, Kraken, KuCoin, снова Binance. В чем, кстати, разница? Есть Binance 1, есть Binance 2. Binance USA можем исключать из списка, потому что это все тот же Binance, но конкретно для граждан США. Соответственно, дальше уже на шестом получается месте у нас идет биржа Gate.io, Bitfinex, Huobi, Gemini и так далее. То есть обязательно смотрим, находится ли биржа среди топовых, либо она находится где-то там внизу списка, что, соответственно, уже должно вызвать у вас определенные сомнения. Давайте переходим дальше. Когда у нас есть топ-6 критериев, по которым мы выбираем, я сейчас расскажу о своем топе трех бирж и по каждому из критериев, по каждой из биржи мы пройдемся, чтобы у вас лучше в голове отложилось, как правильно выбирать биржу. И мой топ-3 бирж это Binance, Gate и Bybit. И давайте сейчас объясню, почему. Вот так выглядят интерфейсы этих трех бирж. Думаю, вы замечаете, что есть определенная схожесть, за исключением того, что определенные элементы, как стакан, выбор монеты, они немного смещены. У каждой биржи своя особенность. Для меня основные критерии это поддержка русского и английского языка. По каждой из этих бирж эта поддержка присутствует. Далее, есть интеграция графика от TradingView, на примере той же биржи Bybit. Есть стандартный график от биржи. Есть непосредственно переключение на TradingView. То же самое, что касается биржи Binance. У нас есть базовая версия графика, есть TradingView. И по бирже Gate.io также есть интеграция. Вот здесь можем, кстати, включать ряд инструментов, чтобы работать с графиком TradingView. Остальное все расположение стаканов, ленты сделок, это лишь дело привычки. Также у нас есть похожая система, где мы можем покупать и продавать активы по Gate. То же самое, если мы посмотрим у нас по Binance. И немножко по-другому у нас на бирже Bybit. Это находится справа, когда мы переключаемся между покупкой и продажей. Все остальное здесь примерно одинаковое. Теперь давайте вернемся к критериям и по этим критериям пробежимся. То есть по удобству я рассказал, что эти три биржи являются наиболее комфортными. Далее. Наличие нужных пар. Здесь мы идем опять же на CoinMarketCap. И давайте исследуем. По бирже Binance у нас есть 393 пары. По бирже Gate.io, как по мне, это значимое преимущество. Есть 1457 пар. А с учетом того, что я участвую во всевозможных и дошках, и гошках, то есть когда монеты размещаются на ранней стадии, можно по более вкусным ценам это все покупать, то потом они чаще появляются среди топовых бирж, именно на бирже Gate. И для того, чтобы говорить о бирже Bybit, то лучше переключаться на деривативы, так как эта биржа именно там ценится, то она на седьмом месте и включает в себя 112 пар именно по деривативным направлениям, 112 маркетов. То есть это также неплохая цифра. Давайте снова возвращаемся на спот и двигаемся дальше по безопасности. Безопасность этих трех бирж заключается в том, что они все находятся в рейтинге топа, то есть биржа Binance у нас находится на первом месте, биржа Gate у нас находится на шестом месте и если говорить о деривативной торговле фьючерсами, у нас Bybit находится на седьмом месте. Это важно. Далее смотрим, что биржа Binance у нас запущена в семнадцатом году, биржа Gate запущена в тринадцатом и биржа Bybit у нас запущена также в 2018 году. Соответственно, у нас Bybit самый новенький игрок на рынке, затем идет Binance и наиболее, скажем, с историей биржа это Gate, что также внушает определенное доверие к этой бирже, так как она работает уже почти что на протяжении 10 лет. Для меня это опять же плюсик в сторону Gate, но я также использую Binance и биржу Bybit. Давайте двигаться дальше. Ликвидность. Здесь, думаю, не возникнет никаких вопросов. Например, ликвидность по бирже Bybit составляет 7 миллиардов, по Gate 2,3 миллиарда и по Binance 49 миллиардов. Это что касается деривативов. По SPOT у нас картина другая, но в целом биржа Binance у нас является лидер 15 миллиардов, затем Gate 1,2 миллиарда. И биржа Bybit в SPOT находится на более низком месте, но потому что биржа пока что только начинает и в основном она славится в среде деривативов. То на бирже Bybit у нас объем 302 миллиона, что является довольно средним показателем, но не конкурирует, конечно же, пока что на SPOTе с биржей Binance и биржей Gate.io. Давайте двигаться дальше. По ликвидности мы поговорили. Критерий под номер 5 это специальные требования, то есть наличие дериватива в лендинге, стейгинге и лаунчпаде. То по биржам здесь все очень однотипно. Есть все три рынка, то есть все три маркета. Это спотовый маркет, у нас есть также возможность маржинальной торговли и торговли фьючерсами. Это что касается биржи Gate, то по Binance у нас абсолютно однотипная ситуация. Есть спот, маржа, есть деривативы, то есть фьючи. И по Bybit у нас та же история. Например, сейчас очень популярностью пользуется большой тот раздел, который я показывал на бирже Gate.io, называется стартапы. То есть когда мы на ранних стадиях можем участвовать в различных проектах. То на Binance это также есть, оно называется лаунчпад. Вот как это выглядит. Сейчас я переключаюсь. И то же самое у нас есть по бирже Bybit. Это уже выглядит немножко по-другому, находится в рынке и называется лаунч. То есть принцип один и тот же. У нас есть проект, мы можем на ранней стадии участвовать. И чем больше у нас, например, будет монет конкретной биржи, там в данном случае Gate монеты, не помню как называется, GT по-моему. Чем у нас больше монет, тем у нас больше, скажем, будет всяких привилегий и пула для участия. Вот как выглядит это по Binance. У нас есть определенный лаунчпад, например, тот же StepIn, который проходил, он как раз проходил именно на бирже Binance. И у нас есть то же самое по бирже Bybit, когда на ранних стадиях мы можем участвовать в определенных проектах. То есть по всем трем биржам у нас есть эти специальные требования, хотя на некоторых также и стоповых бирж. Например, отсутствует там либо же возможность работы с деривативами, с фьючами, либо нет лаунчпадов, что также может быть для некоторых большим минусом. И, наконец-то, рейтинг биржи, то есть целостная оценка. Здесь я вам уже показывал, что Binance первое место, Gate шестое место. И если мы говорим о деривативной торговле, то есть на фьючах, то Bybit занимает также хорошее место. Gate шестое, Bybit седьмое, Binance первое. Я думаю, я максимально аргументировал, почему эти три биржи наиболее хорошие. И давайте переходить к следующему пункту. Кстати, все ссылки на эти три биржи я оставлю в описании под видео, перейдя по которому, у вас будут специальные бонусы в виде кэшбэков и хороших скидок на комиссию при торговле. Теперь переходим к следующему слайду. Сейчас поставьте на паузу и скажите, нужен ли полный обзор биржи Gate. Почему? Потому что я на этой бирже где-то с 2017 года. Я отлично знаю функционал данной биржи и все тонкие нюансы по работе с этой биржей. То есть биржа для меня сейчас является топом среди надежности, так как она запущена с 2013 года и на протяжении почти что 10 лет показывает очень хорошую репутацию. Для меня первично это сохранность средств, а затем уже приумножение. По этой бирже я также показывал, что больше всего количество пар, что также важно для меня. Возможно, это будет полезно также и для вас. Поэтому сейчас поставьте на паузу и скажите, пожалуйста, нужен ли вам обзор такой максимально детальный и подробный по этой бирже со всеми нюансами. Дайте мне обратную связь в комментарии. Для меня это важно, стоит ли сделать такой обзор или вам это не сильно интересно. А теперь я предлагаю перемещаться дальше. Какие биржи категорически нельзя использовать? Первое, на что мы смотрим, это на рейтинг биржи. То есть если у биржи низкий рейтинг, то это уже повод задуматься, что не стоит начинать с ней сотрудничество. Например, когда я делал опрос среди своей аудитории, кто с какой биржей работает, один из участников ответил, я работаю с биржей Йобит, давайте ее и рассмотрим. То есть биржа Йобит сейчас на 258 месте, имеет оценку 1,9. Это уже жирный повод, чтобы не начинать свое взаимодействие с данной биржей. Поэтому всегда проверяйте в рейтинге, где находится ваша биржа. Следующая сомнительная репутация. То есть если у нас на биржу поданы определенные иски, например, со стороны комиссии по ценным бумагам СЭК, то это уже повод задуматься, что у биржи сейчас что-то не очень хорошо. Но на примере трех бирж, которые я показал, Гейт, Бинанс и Байбит, сейчас в этом плане все довольно здорово. Следующее. Санкционные биржи. Здесь минус уже в сторону биржи Бинанс. То есть камень в огород в сторону биржи Бинанс. На примере того, что биржа сейчас не работает с гражданами Российской Федерации, если их объемы там превышают определенную отметку. Я категорически не советую, чтобы вы использовали VPN, всячески это обходили, потому что у вас документы зарегистрированы как гражданин Российской Федерации, и вы можете иметь колоссально большие проблемы в виде заморозки вашего аккаунта и большую проблематику в том, чтобы вывести средства. Как альтернативу могу вам предложить либо биржу Байбит, либо биржу Гейт, которые сейчас работают с гражданами Российской Федерации. Внимательно обратите внимание на этот пункт, потому что он очень важен. И следующее, конечно же, это низкая ликвидность у бирж. На примере той же биржи Йоббит очень хорошо разобрать, что суточный объем 11 миллионов долларов. Это крайне маленькая цифра на фоне того же Binance 15 миллиардов, либо той же биржи Гейт.ио 1,2 миллиарда. То есть вы должны себе понимать, что биржа с маленьким объемом имеет больше потенциала соскамиться, вас всячески обмануть, и она менее надежная. Теперь давайте двигаться дальше. Я говорил, что бонусом вам расскажу 4 совета по безопасности. Первый из них это сложный пароль. Пароль должен быть уникальный. Он не должен использоваться где-либо на других ресурсах. Следующее, пароль минимальной длиной от 12 символов, где имеются большие буквы и специальные символы, вроде там звездочки, знака восклицания и тому подобное. Следующее, у вас должна обязательно быть двухфакторка. Самый распространенный способ, когда вы скачиваете Google Антификатор и используете его для входа на биржу. Поэтому именно Google Антификатор я рекомендую. Тем самым вы очень сильно снижаете вероятность, что вас взломают. Она становится практически невозможной, когда у вас есть двухфакторка. Следующее, диверсифицируйте. Разбивайте свой капитал по разным биржам. То есть, эта биржа, допустим, у вас для торговли на фьючах. Эта биржа у вас как инвестбиржа. Эта биржа у вас, например, для спота. Это самый лучший способ сохранить свои деньги и удобно работать с разными частями своего капитала. И следующее, но не по значимости, это процедура верификации. Также она называется как KYC. Есть очень популярная фраза. Без бумажки ты букашка, а с бумажкой человек. На примере, вы забыли свой пароль, вы потеряли телефон, где у вас была Google Антификация. Вам нужно восстановить свой аккаунт. То, если у вас не было KYC, это огромная проблема. Я уже сталкивался, начиная с 2016 года, с этим не раз. И, например, на той же бирже Gate у меня всегда была пройдена верификация. У меня никогда не было проблем с восстановлением. Да, это занимало какое-то количество дней, иногда один день, иногда даже три дня. Но, тем не менее, без особых проблем я всегда восстанавливал свой аккаунт. Соответственно, если у биржи какие-либо вопросы возникают, откуда у вас там происхождение средств или что-то еще, то, когда у вас есть верификация, вы уже рассматриваетесь совершенно по-другому. То есть, вы не сомнительный, не анонимный аккаунт. Поэтому, не в зависимости от того, какую вы биржу используете, я рекомендую хотя бы минимально проходить KYC, когда вы прикрепляете как минимум свой паспорт и указываете свой номер паспорта. Тем самым, вы делаете свою работу максимально безопасной, и биржа к вам уже относится более лояльно, как к верифицированному пользователю. Они понимают, с кем имеют дело, а не с каким-то анонимом, которого можно, грубо говоря, проморозить. Поэтому это очень важно. Ну, а в заключение я снова повторю, что все ссылки на биржи будут в описании под видео. По каждой из ссылок у вас будет ряд бонусов в виде кэшбэков, скидок на комиссию и потенциальном участии в различных розыгрышах. И самое ключевое, что вы должны понять из этого видео, что очень важно площадка, где вы торгуете. Я надеюсь, что я вас научил делать выбор максимально правильно, показал, чем пользуюсь именно я, и на какие биржи вам точно стоит не обращать свое внимание, а даже обходить их стороной. Если видео для вас было полезным, обязательно поставьте под ним лайк и подпишитесь на канал. Также не забудьте дать фидбэк, нужен ли вам полный обзор биржи Gate, всего функционала. И на этой ноте я буду с вами прощаться. Ну что ж, ребят, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok